Привет, друзья! Это Макс и English Show. Сегодня мы с вами обсудим супер-мега-ультра-важную тему. Предлоги. Головная боль для многих тех, кто изучает язык. Многие мы предлоги можем путать с вами. И сегодня обсудим три, которые часто очень путают и допускают ошибки тех, кто изучает язык. Это during, while и for. Поехали! Итак, начнем с during. During означает во время. Используется, чтобы показать, что одно, что-то одно происходит во время чего-то другого, не так ли? Но после during мы ставим существительное. Пожалуйста, запомните это. В русском языке у нас особо нету разницы. Мы говорим во время и в той ситуации, и в другой ситуации, и перед существительным, и перед глаголом. Пожалуйста, после during существительное. Несколько дам вам примеров. Постарайтесь эту проследить закономерность. После during идет существительное. Первый пример. Я заснул во время фильма. Обратите внимание, опять же, с жирным шрифтом. После during мы ставим film. Я заснул во время фильма. Пока он шел, я заснул. I fell asleep during the film. Во время нашего путешествия, отпуска, мы встретили много людей. Опять же, обратите внимание. During our holiday. During our holiday. Может быть, сейчас вы не до конца понимаете, зачем я вам так выделяю during our holiday. Но когда мы с вами будем обсуждать while, тогда вы все поймете. Итак, еще раз. During и holiday идут вместе. Во время отпуска. Мы встретили много людей. He passed during the night. He passed during the night. Он умер ночью. During the night. В течение ночи, дословно. Ночь существительная. He passed during the night. А вот теперь переходим к while. While это уже союз. Он тоже означает во время. Но во время какого-то действия, другого процесса. И вот это, опять же, мысль номер один, друзья, которую я хочу, чтобы вы вынесли после этого урока. Потому что это невероятно популярная ошибка среди студентов. После during мы ставим существительное. А вот после while должно идти действие. Чаще всего, очень часто, while используется в past continuous. Пока я делаю что-то, другое что-то делалось. Очень популярно, что while используется в past continuous. Или вообще в каких-то continuous временах. Еще раз. While и действие. Проследите. Сейчас будут похожие примеры. Примеры будут похожие. Но посмотрите, что будет идти после while. He fell asleep while he was watching television. Он заснул, пока смотрел телевизор. Он заснул во время фильма? Нет, мы это не говорим. Мы говорим, что он заснул во время действия. While he was watching. После while нужно ставить действие. While he was watching, he fell asleep. We met a lot of interesting people while we were on holiday. Похожий пример с тем, когда мы обсуждали during. Только в том примере мы сказали during our holiday. А вот теперь мы говорим while we were on holiday. Где здесь действие? Мы были в отпуске. Еще раз. Следите за закономерность. После while мы ставим действие. During the holiday. While we were on holiday. Is he telephoned while you were out? Yes, he telephoned while you were out. Да, он звонил, пока ты вышел, пока тебя не было. Again. While you were out. Где здесь действие? Were. Ты был снаружи. Ты ушел. While you were out. He telephoned you. Он тебе звонил. Еще раз. Я повторю эту мысль, потому что очень важно, чтобы вы ее запомнили. During и существительное. While и действие. А вот теперь поговорим о предлоге for. For уже нам, друзья, говорит о том, сколько длилось действие. Здесь мы сосредоточиваемся не на том, что случилось во время чего-то, а на том, сколько длилось это действие. Сколько часов, минут, секунд, лет и так далее. И часто именно for путают с during. В то время как during могут путать с while и while с during, некоторые студенты путают during и for. Итак, мы сейчас с вами посмотрим несколько примеров с for. И обращайте внимание, что после for мы ставим отрезок времени. For плюс отрезок времени. We watched television for two hours last night. Сколько мы смотрели телевизор? Как долго? For two hours. Многие студенты говорят during two hours. And that's a mistake. We don't say during two hours. We say for two hours. Наша цель показать ничто во время чего происходит. Нам это неинтересно. Нам интересно, сколько длится действие. Если вам интересно, сколько длится действие, ставьте for и период времени. For two hours. She cried for a week. Она плакала целую неделю. Сколько она плакала? For a week. Again, for, not during a week. Если бы мы сказали she cried during a week, значение было бы, что в течение этой недели она плакала. Вот. Такое бы было значение. Но нам здесь важно показать, что она всю неделю проплакала. Возможно, maybe she broke up with someone. So she cried for a week. Where have you been? I've been waiting for ages. Ты где был? Я ведь целую вечность тебя ждала. I've been waiting for ages. Now it's working. Сим дичал ищешь. Да. Again. I've been waiting for ages for this pizza. I've been waiting for ages. Я ждал эту пиццу целую вечность. I've been waiting for ages. Сколько я ее ждал? For ages. Друзья, выражение for ages показывает целую вечность. Это очень импульсивное, эмоциональное выражение, которое означает просто целую вечность. Тебя не было целую вечность. For ages. Или я тебя уже не видел целый век. For ages. I've been waiting for this pizza for ages. And now this pizza arrived. I'm happy. Pizza time. One more example with four. Not for the weekend. For the summer. В этом видео мы видим, точнее, в этом видео мы слышим фразу Not for the weekend. For the summer. Возможно, кто-то спросил, насколько она уехала? На выходные? Не на выходные, на целое лето. Not for the weekend. For the summer. Еще раз, друзья. Мы не путаем. Давайте не путать during. Не ставить during вместо for. Если вы хотите показать, сколько длится действие, пожалуйста, for. Например. It rained for three days without stopping. Сколько дождь шел? For three days. We don't say it rained during three days. That's a mistake. Друзья, небольшой подыток. Итак. During. Во время, но во время какого-то существительного. Во время урока, отпуска, обеда. While. И действие. Во время какого-то действия. Пока я кушал, пока я ждал, пока я спал. Что-то другое случилось. И for. Друзья, показывает, сколько длилось действие. For. И период времени. Друзья, это сейчас только что была теория. Но нам нужна практика, не так ли? Потому что, когда у вас есть практика, вам нужно использовать. Вы только что выучили during, while и for. Вам нужно это использовать. Для этого есть телеграм-платформа Native Show. Там вы два раза в неделю можете созваниваться, прямо созваниваться с носителями языка. А также в течение недели носители языка посылают кучу сообщений с живым языком. И вы можете чатиться с ними и тренировать свой английский язык. Я еще раз подчеркну, что очень важно, когда вы что-то выучили, сразу это использовать. И поэтому вам в этом поможет проект Native Show. За подробностями ссылка под этим видео, друзья. Это все, что я хотел, друзья, вам сегодня рассказать. Я надеюсь, что этот урок был для вас полезным. И это был Max English Show. Увидимся очень скоро. See ya! Субтитры сделал DimaTorzok